Ну что ж народ, сегодня со мной легендарный Армхофф, Тёрщик, легенда номер один по скидке туалетам. И легенда по реакциям, Хули Бум. Эй, йо, хулиганы, всем привет, это я, Хули Баба. И сегодня эти легенды будут задавать мне вопросы. Я жду ваши вопросы. Это самое честное представление, которое я видел. Особенно по реакциям. И про то, что я номер один. Вообще-то я тоже делал разборы и очень качественные. Поверхностные ты делаешь. Ах ты ж. Не будем вспоминать про это. Я пришел, чтобы меня унижали. Поучаствую сейчас в ролике. Ну что, у вас есть какие-нибудь вопросы ко мне? Да, разо. Вопросы от Армхофф. Не Армхофф. Очень интересно. Как там будет? Армхофф. Так, окей. Тише, тише. Нам надо это... Да мы подеремся в конце. Посмотрите до конца. Вопрос. Кто такие астроскопизисты? Вообще кто это? Кто это? Откуда они? Не с космоса? Как мы поняли, астроскопизисты это вообще отдельная раса. Они из космоса или откуда-то. Получается, в другой вселенной точно такая же война. И они пришли сюда, на Землю. И хотят захватить власть, наверное, или что. Но не могут. Потому что с кибиди ученый тут рулит. Пока что. Ага. Жестко ты. Возможно, астроскопизисты это бредки. Мне понравилось. Да, мне понравилось. Как ты такой начал с космоса, потом мультиверс подключил уже. А завтра что? Оказывается, что это пятые внучата динозавров. Я не знаю, ребята. Мне кажется, что астроскопизисты это скорее как... А, я буду отвечать теперь. А? Да, да, да. Вот. Мне кажется, что астроскопизисты это просто как отдельная раса или отдельный вид тех же скипидистов. Тех же самых, которые прибыли там с одного и того же. Просто они как пошли немножко по другой... Другой линии. Ветке эволюции. Вот. А вот и скорее всего это как выше... Ну, видно, они круче, чем обычные скипидисты. Ну, расизм. Расизм, короче. У них расизм. Какая расисты, блин? Да, расисты, да. Ладно, есть у вас ли еще какие-нибудь вопросы насчет скипидистов? Да, у меня есть. Отличный вопрос. Отличный вопрос. Специально для твоего канала. Какая? Операторша, агентша, круче, горячее. Камера вумен, тиви вумен, или же спикер вумен. Ну, ты в самом начале сказал, какая круче. Скорее всего, это как раз таки тиви вумен. У него там минимум три способности, наверное. Телепортация, контроль головой, гипноз. Может, еще что-то есть, я не знаю. Она еще сжигает типов. Она не просто их гипнотизирует. Она прям сжигает, потому что в первом появлении ее она прям сожгла скипидисты. Это вообще нормально, блин. Это вроде 49 серия, да? Или 50? Я не помню в какой, но она при первом же появлении, она просто именно сожгла типа. Она может сразу Джимена так сожжет, в чем проблема, я не понимаю. Может, она в принципе всех победит, а? Это обычно не так вот именно работает. Вот когда мы смотрим на Мстителях, да, допустим, в супергеройский фильм. Там просто один человек-пок может всех уничтожить. Или там человек-муравей. Да, да. Может... Залей Станусу в шопу, да. Я ждал, что ты это расскажешь. Там каждый из них... Там каждый из них супергерой, но они даже вместе ничего не могут сделать. Получается, единоличники, да, все? Короче, самая крутая это все-таки Тиви Мубен. Мне кажется, да. Тиви Бубен. Тиви Бубен. Тиви Рубен. Тиви Рубен. Блин, Тиви Рубен. Да, она самая... Но у нее есть еще. Есть еще одна самая крутая суперспособность. Она разбивает сердца. О, май. О, кстати, у меня следующий вопрос. Кто самый сильный Титан? Тиви Мэн? Оп. Камера Мэн? Или Спикер Мэн? Оп. Посмотрите. Начну со слабого. Мне кажется, что самый слабый это, конечно же, Спикер Мэн. Потому что, ну, у него есть способности, только этот ультра суперзвук. Плохо он, короче. Ну да. И это... Чмо. Агрился на своих союзниках. Да, кстати, да. Фиговая репутация. Фиговая репутация, да. Он пытается ее как-то, ну, так сказать, восстановить, но что-то у него не получается. Вот тут нужно подумать. Тиви Мэн проиграл битву. Его там разнесли просто. Ну, конечно, их было в большинстве. Но он в одиночку хорошо сражался. Я не знаю, как он сейчас выглядит. Но на данный момент... На данный момент. Камерамэн Титан самый сильный Титан. На данный момент. А ты что думаешь? А я что думаю? Ну, конечно, Камерамэн Титан. Я согласен. Солидарен с Размиком. Я с вами не согласен. Какое у тебя отчество? Арсенович. С Размиком Арсеновичем. Леонид Андреевич. Я полностью с вами не согласен. Я считаю, что Тиви Мэн, даже когда ему дали, так сказать, трампулей, он все равно сильнее текущего этого Камерамэна Титана. Потому что уже тогда у него все было для того, чтобы его победить сейчас. У него был гарпун, колонки, гипноз. У него все на свете. Телепорт. Он огромный. Он больше, по-моему, чем Камерамэн Титан. Даже 1.0 уже сильным был. У него все было для того, чтобы победить. Мне кажется, его просто врасплох застали. И еще он не хотел навредить Спикер Мэну Титану. Поэтому его просто разнесли в крысу. В крысу просто. Да. В крысу. И на него напали миллиард скибедистов на тот момент. Джим Мэн на тот момент в сильной своей версии. Поэтому, мне кажется, Тиви Мэн Титан в принципе самый сильный. И когда он сейчас вернется, наверное, это будет какой-то боженькой, я не знаю. Будет имбалансный тип. Я забыл упомянуть, что, оказывается же, Камерамэн Титан тоже проиграл. Битву. Я про это не сказал. Как раз таки Спикер Мэн не проиграл ни одной битвы. Он просто стал предателем. Да. Но он и не... Ну, кстати, да. По сути, он позорнее всех проиграл. Потому что его заразили. Не только проиграл, а еще и прошел против своих. А Камерамэн считать тогда очень легко проиграл как-то. Ему просто повредили реактор. Он такой, ой, я побежал, ребят. И пропал на 30 сезонов просто. Пошел смотреть разборы Армхова. И реакция его любого. Но можно сказать, что это два отдельных Титана как бы. Это первая версия, а это вторая. Вторая версия намного сильнее. Да, они очень-очень отличаются. Сильно очень отличаются. Даже характером. И с того времени, в принципе, все прокачались. Там у всех апгрейды. Абсолютно у каждого. Даже обычный дефолтный скибедист. Он стал вот этот черный унитаз. Черный цвет настроения. Уже песни никто не поет. Кстати, у меня вопрос к вам. Почему существуют черные камерамены и белые? Все как в жизни. Все как в жизни, да? Вот, кстати, вот. Вот эти колонки на колесах. Вот эти на ходулях. Помните? Зачем? Что они сделали вообще в этой жизни? Пауки. А, ну-ка, они этот. Большие-большие колонки, которые просто пердели басом и сносили кибедистов. Мне кажется, это для музыки. Мне кажется, они включали музыку Холи Бубы. Музыку Холи Бубы. Они такие, нет, не надо, и умирали. И убегали, да. Такие, только не это. Почему именно на Razu Play у нас конфликт включается? У нас бой видит. Это уже похоже на «Пусть говорят». Сейчас я позову так. А это Маба Армхова. Встречайте. Кто вы такой? Продолжаем. Дрель-мины. Сразу серьезно лицо. Какой они компании? Кого они рекламируют? Мне кажется, Бош, это ясно. Следующий вопрос, самый главный. Когда закончится сериал «Скибедитуалеты»? В какой серии это будет? И каждый по варианту будет. Честно сказать или что? Честно. Ну, честно, конечно, честно. Когда закончатся просмотры у «Дафук Бума». Когда он посмотрит, что «Опа, все, не смотрят сериал». То есть ты думаешь, что «Дафук» делает этот сериал только ради просмотров. Извините, я не это имел в виду. «Дафук, блокируй его, кидай страйки». Нет, нет, подожди, подожди. Три страйка. Все, все, все. Во-первых, чтобы делать видео, нужно мотивация, да? А мотивация заключается в просмотрах и в лайках, кстати. Про лайк не забудьте. Молодец, как ты все завернул, а? Получается, если не будет просмотров, то и не будет серий. Вот вы же... Я, кстати, «Дафука» знаю еще до всяких сериалов. Я просто у него, ну, не крал, а... Все честно, все честно. Брал... Делал реакции. Делал реакции. У меня был игровой канал до этого, и я там брал у него анимацию и вставлял к себе. Молодец. Это не называется «Я крал», это я... Да, по сюжету я делал, и вот. Тогда у него было где-то миллион, там, два миллиона, у него там было всего миллион пятьсот подписчиков. И вот, как вы могли заметить, он больше ничего не делает, кроме с кемиде туалетов. Получается, просмотры важны. И я думаю, что последняя серия, это как раз таки будет тогда, когда просмотры упадут резко. Получается, что зачитать зрителей? Как ты думаешь? Как ты думаешь, какая серия будет? Ну, не знаю. Уже где-то полгода, да, наверное, идет этот сериал? Да, примерно. Еще минимум, как полгода будет, я думаю. Ну, короче, на 100 серии. А потом, не знаю. Вообще, все зависит от вас, от зрителей. Как вы скажете? Будете смотреть, будет сериал, не будет? Если Врюк, он закончит сериал, я продолжу. Потому что ты есть! Я есть Дэфугбум. Блин, не блокируй Дэфугбум, пожалуйста, настоящий. Я не Дэфугбум, окей. А, это же не мой канал. Я Дэфугбум. Послушай, если так подумать, вот, например, возьми Марвел, да, они по сей день, уже 10 лет или сколько они снимают фильмы, уже лет 60 они выпускают одни и те же комиксы с одними и теми же персонажами, просто там другие какие-то вещи происходят. Мне кажется, что, да, действительно так и будет, что Дэфугбум будет это, ну, если грубо говорить, доить франшизу. Я надеюсь, что он доведет до логической точки какой-то, например, сюжет, да, доведет до какого-то логического конца, а потом просто продолжит делать какие-то, не знаю... Спин-оффы, там, минофы. Да, да, спин-оффы, да, да, да. Вот что-то такое. Потому что мне бы лично, вот, как зрителю, как зрителю, мне бы хотелось увидеть логический конец. Кто победит, кто не победит, кто такой вот этот... Ответы на вопросы, да. Да, ответы на вопросы получить, скорее всего, мы их не получим. Скорее всего, это будет концовка по типу «Они победили! Они не победили!» Сотая серия, я думаю, на сотой серии что-то должно быть. По-любому будет сотая серия. Да, вот, мне тоже так кажется. Короче, на сотой серии будет финальная битва а-ля Танос. После этого кто-то умрет, и потом начинается такое мягкое перерождение. То есть будут что-то с нуля начнутся, может, ядерная бомба взорвется нафиг, все с нуля начнется, а то фражица останется. То есть все эти персонажи, они куда-то зайдут. Не-не, надеюсь, нет. В этом, в этом, как его, сериале. Так и закончится сериал, да. На самом деле, всю работу... А, все, убрал. Разум слышу. Вот этот микрофон. На самом деле, это искусственный интеллект. У этого микрофона голос, как у Армхоу. А точнее, этот микрофон дает голос Армхоу. Кстати, у меня сейчас будет провокационный этот спич. Я, короче, помню, когда-то давно увидел у одного зарубежного YouTube-блогера почти точно такие же разборы, как у Армхоу. А, так, я тут вообще-то все слышу. Ну и что? И мне стало... Ну это было... Это было очень давно. Ну да. И Армхоу только начинал. И вот я заметил, вот только вышел у него, сразу Армхоу выходит. Я не знаю. Да, было такое, ребят. Я... 49-ую серию, 50-ую серию... Не, 49-ую. До 49-ой серии, короче, я так делал. Переводил. Да-да. Этим занимаются только Армхоу. Все делают чистый контент. Да, разве я ни разу так не делал? А, Раз, ты же хочешь, чтобы... Да, это уже провокационный, как бы, ролик. Давай еще одна провокация. Прям жесткая. Ты офигеешь. Смотри. Прикинь, я микрофон снимаю, там человечек маленький. Скипите в туалет. Смотрите. Ничего странного, вы не видите? Это в рот. Это тот же микрофон, что использует Холибумчик. Да, просто вот этот набалдажник. Набалдажник, да, он не нужен. Опа. Это рекордер какой-то. О май гад. Ребята. В самом деле, я записываю на эту клаву. Вот это клаву. Ладно, все-таки ответить на вопрос мой. Кто самый сильный скипидист? Именно скипидист, да? Да, да, да. Топ-5 хотя бы. Самого слабого. Я начну первый, и на первое место я поставлю скипиди ученого. Потому что все-таки он сильнее, чем Джимен, просто потому, что он умнее, чем Джимен. Вот и все. Возможно, Джимен, на втором месте Джимен. Возможно, он хорош как предводитель, хотя, если честно, не очень. Мы видели, как он постоянно отгребает, его планы идут на смарку, так сказать, не по плану. Поэтому, да. А на третье место я поставлю, я не знаю, остальных, потому что все уже сдохли. Мне кажется, что скажет этих двух, да. На первом месте это, получается, из-за кадровых можно называть? Тех, которые... Конечно, всех, всех, всех. Годзилла на первом месте. Он, мне кажется, он самый главный. На втором месте, блин, я вспомнил твои реакции. Годзилла? Годзилла? А что загодзилла? Ты что, не смотрел мой разбор? На самом деле, самое главное, Годзилла. На втором месте. А, твои шеи. Короче, мне кажется, что-то с астроскибезистой связано еще не видели. Но из тех, которые есть, конечно, ученый, Джимен, фейк Джимен. Я бы хотел увидеть от самого слабого к сильным, вот так. Самого слабого. Не рандомно. Что, самого, значит, всех скибезистов назвать те? Да, всех, каких-то, топ-5 всего лишь. Даже легко. Это отдельный ролик уже. Так, окей. Я только Джимена и... Ну, смотри, самый слабый обычный скибезист. Там, не знаю. Какой-нибудь череп скибезист. Потом идет, там, не знаю. Кстати, вот череп скибезист. Многие раздували вот эту теорию про то, что якобы украл колонки у Тивимена, научился телепортироваться. А что насчет вот этого скелета скибезиста, который как раз-таки самый первый телепортировался? Точно такой же телепорт у него был. Типа черная завеса. И потом он нарыгал вот этой... Ну, короче, он был первый, кто телепортировался. Не скибези ученый, а вот именно этот чувак. Короче, если посмотрите первое появление скибези скелета, он появился через телепорт. Ты на вопрос ответишь? Да все, все, отвечу. Все, все. Смотри, ученый, потом Джимен, потом Джимен Фейк. Потом, получается... Кто там еще есть? Я забыл. А, ну эти, это который, как его, шампурист. Который шампурист, бензопил, или как его звали? Ну, пиломен. Ну, про скивди сейчас разговариваем. С пилами, чувак, ну этот. А, вот этот новый, который появился мафиозник с кислотой. Если бы он не был дегенератом, он бы одел шлем, и все бы нормально было. Как вы думаете, кстати, этот мафиозник умер или нет? Нет, он не умер, он всегда возвращается. Да, там особо никто и не умирает, вот что проблема. Да, особо. Потому что модель их мало. Ну, скелет умер. А он поедет. А он так мертвый. Ты думаешь... Ну, алло, это же скелет. Не понимаю. Его просто достали там, типа, ну, моделька скелета, что бы, нет. Давай добавим. Да. Ну все, на этом все получается. Вы ответили на все вопросы, я ответил на ваши вопросы. Можете посмотреть мой ролик и ролик Хулибума, вот этот он будет. Да, их ролик вот тут где-то. Ну все. Всем пока получается. С вами был Разо, Арм и Хулибум. Увидимся в следующих роликах. Всем пока.